Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, я сейчас изготовлю самый простенький, обыкновенный стример для ловли окуня. Я взял обыкновенный вот такой крючок, который, я думаю, можно найти в любом магазине рыбацком. Цена, качество соответствуют действительности. И огрузил немножечко свинцом. Что касается величины, если, допустим, вы будете использовать значительно меньше, хотя бы наполовину, можно спокойно ловить плотву. Изготавливать мы его будем, опять же, из тех материалов, которые практически имеются у вас, если вы вяжете мушки. Нет, можно найти дома. Хвостик я буду изготавливать из остатков вот такого пера. Я подготавливаю определенное количество бородок и не отрываю. А как обычно, отрезаю. У меня тогда получается на срезе ровно и нет тех элементов бородок, которые необходимо нам потом удалять. И буквально переводим нашу нитку сразу за, не проматываем, не выравниваем, не подравниваем свинец, сразу к загибу. Притяжной петлей крепим наш хвостик. Как видите, нам даже подрезать ничего не надо. Этой длины вполне достаточно. Для сегментации тела я буду использовать обыкновенное вот такое елочное украшение. Плоский люрекс. Как я уже неоднократно говорил, он напоминает чем-то юнимуляр. И теперь проматываю по цевью, прихватив свой люрекс, слегка промотаем наш свинец. Нить оставляю я у загиба. В качестве тела можно использовать любой даббинг, который у вас имеется в наличии. Вплоть до того, что можно нащипать немножко с шарфика, с шапки, откуда угодно. Вот в нашем варианте я буду использовать несколько более контрастный, вот такой близкий к оранжевому цвету, темнее. Это все то же, что я вам показывал в даббинге. Вся та же шерсть, которая выполнена штапельным волокном. Я беру совсем немножко, сколько мне необходимо, вот, и вытаскиваю необходимое количество. Нитку я не проматываю, так как, учитывая то, что волокно штапельное, до первого касания тела, и потом я начинаю, вот, видите, уже все у меня хорошо сформировалось. Моя даббинговая нить. И не нарушая конусности нашего тела, удерживаем нашу пряжу, начинаем формировать тело. Берем опять очередную порцию нашей пряжи. Очень удобно работать, изготавливать практически любое тело, которое нам необходимо. Но, учитывая то, что эта толщина нам под стример подходит, для мокрых мушек, опять же, необходимо подбирать другую шерсть, для более мелких. И проматываем, проматываем до окончания свинца нашим даббингом. Как раз столько достаточно. Оставляем здесь. Теперь я беру и в обратном направлении. Можно проволокой. То есть, то, что у вас будет под руками, это уже не имеет большого значения, так как наш даббинг достаточно хорошо будет держаться. И без промотки это мы с вами дополнительно украшаем наше тело. Закрепили. Остатки удалили. Теперь нам понадобится с вами буквально, ну вот, как у меня немножко есть по остаткам перо. Для того, чтобы мы с вами выполнили здесь соответственно оборотку. И цвета, это уже проверенные, еще тело хорошо реагирует окунь, когда у нас выполнен в таком контрастном, как черном цвете. Поэтому в данный момент я ставлю цвета такие, чтобы было видно практически издалека нашу мушку. Промазал немножко клеем, нитку мы с вами теперь поменяем. Головку и все дальнейшие элементы нашей мушки мы будем крепить более темной ниткой. Коричневой, черной, какой вы уже сами захотите для себя. Толщина нитки, опять же, все зависит от ваших предпочтений. Закрепили нашу нить и оставили, не доходя до перышка. Учитывая то, что перо, как обычно я говорю, короткое, возьмем перодержатель. И буквально совсем-совсем немножко, один-два витка, это будет все зависеть от того, какое наше перо. Вот как раз мне два оборота будет вполне достаточно. Закрепили наше перо. Теперь немножко промотаем перед, чтобы окончательно подхватить перышко. Остатки пера я удаляю сразу. И теперь нам необходимо слегка увлажнить пальцы и все наши бородки увести вот так вниз. Мы их уводим вниз и слегка назад. И на месте теперь крепления пера я проматываю, образуя ёршик внизу. Вот такой вот симпатичный внизу ёршик. Лишние бородки, если какие вы посчитаете нужным, можно спокойно всегда удалить. меня вполне все устраивает. В качестве крыла можно использовать мех, можно использовать любое перо, какое вы захотите. У меня, допустим, имеется обыкновенный вот такой домашний индюк. Я беру буквально, даже не подбирая левое, правое, какое у меня, допустим, будет получаться здесь крыло по симметрии. Выбираю вот такой примерно пучочек наших бородок и отрезаю. Не отпуская руки, так как мы уже с вами подровняли перо, я беру его, складываю. Как вы захотите, в два раза, три раза, это уже все будет зависеть от того количества пера, которое вы, допустим, для себя отрезали. И мы с вами сформировали вот такой, как вы видите, хвостик. Нам необходимо с вами подровнять хорошо кончики нашего пера. Вот так выровнять, чтобы у нас наша крылышко доходило приблизительно до середины хвостика или до загиба. Теперь берем, перехватываем в месте крепления. Удерживаем здесь. И притяжной петлей подхватываем вот так, никуда не отпуская, подхватываем наше перо. Перепроверились. Все отлично. Оно стоит у нас строго, там, где нам необходимо. И теперь уже я окончательно здесь парочкой хороших оборотов проматываю. И остатки пера удаляем. Теперь нам остается только лишь изготовить с вами головку и вскрыть лаком. Нанесли капельку лака. И вот такой наш стример готов к рыбалке. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.